Здравствуйте, уважаемые друзья! Вопрос связан с перспективами после окончания Канадского университета. Вопрос следующий. Может ли человек, который закончил Канадский университет, остаться после этого работать преподавателем? Теоретически, несомненно, может, но это только теоретически. По моим наблюдениям, по общению с преподавателями здесь, я уже как-то на эту тему говорил, что, как и у нас дома, очень важно наличие связи. Естественно, студент, пока он учится, он вряд ли наберет вес и связи в том количестве, в котором, из-за которого его с руками и ногами будут хватать в университете, разве что человек, студент безумно талантливый, и с самого начала учебы он будет давать блестящие какие-то, показывать блестящие перспективы и давать блестящие надежды с точки зрения своих научных результатов. И следующий момент, я тоже об этом говорил, но вкратце просто повторюсь, что в Канаде существует определенная процедура, определенная процедура, которую должен пройти каждый преподаватель, прежде чем он получит постоянное место в стаффе. Что это за процедура? Это процедура работы ассистентом, то есть, грубо говоря, аниматором, развлекателем выполнять какие-то маленькие поручения, задания, вести семинары преподавателей в период, когда преподаватель отчитал теоретическую часть. Соответственно, этот этап кто-то проходит, кто-то не проходит, но вот следующий этап проходит практически все, это работа преподавателя по замене, то есть, в течение какого-то времени. Кто-то год это делает, кто-то полгода, но, опять же, по моему опыту, с кем я общался с людьми, у людей в среднем это занимает примерно 2-3 года времени. Люди работают преподавателями по замене, то есть, они должны с утра сидеть у телефона, с чемоданчиком, и им должны сказать, что вот так и так, вы нам нужны в такое-то время, в таком-то корпусе университета, или в школе, если вы работаете в качестве преподавателя по замене в школе, и мы вас ждем. Вы должны подтвердить, не подтвердить, что придется, не придется, согласно, согласно. Если вы в какой-то школе там часто примелькались, или в каком-то колледже, или в каком-то университете, то вполне вероятно, что вам предложат временный контракт, это как раз следующий этап, и вы сможете работать по временному контракту, преподавать там 3 месяца, полгода, год, но, собственно, этот контракт временный. Вы преподавали, и все, и вы разошлись с бортами, с тем учебным заведением, где вы отработали. Если вы понравились, вам, возможно, предложат еще один временный контракт, там, на более длительный срок. И так будет до тех пор, пока в штатном расписании учебного заведения не появится вакансия на постоянное место. Соответственно, для того, чтобы занять постоянное место в персонале, существует тоже свой пул кандидатов, куда вы помещаетесь после как раз этапов, связанных с опытом работы в качестве преподавателя по замене. И во временном контракту. Если у вас там все срастается, если вы с полом, вы оказываетесь в первых числах людей, в первых рядах людей, которые хотят устроиться, которые хотят и могут устроиться, претендовать на конкретную работу, то тогда, собственно, место вам предложат, и все. И с этого момента вы начинаете работать в качестве полноценного преподавателя университета, колледжа или школы. В принципе, дорога одна и та же. Другое дело, что в университете конкуренция будет гораздо жёстче. И профессиональная по уровню, и по количеству кандидатов. Потому что работа преподавателя университета оплачивается почти в два раза больше, чем работа преподавателя в школе. То есть, условно говоря, если зарплата средняя, преподы со стажем в школе составляет порядка 70 тысяч долларов в год, то зарплата средняя преподавателя со стажем, она стоит где-то порядка, ну, наверное, 110-120 тысяч долларов. Но я ещё раз говорю, это речь идёт о таких мотивах уже преподавателях. Так что вот, друзья мои, надеюсь, на вопрос ответил. Желаю вам всего самого хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова